Проходят местные бои гладиаторов, и там Батиат с Лукрецией и Солонием тусуются и ждут, когда будет выступать Ганник, их боец. Там Ветий, это конкурент Батиата, тоже лониста. Батиат его критикует и обзывает, блин. Батиат ждет, когда рядом с Ветием сядет магистрат и еще какая-то важная шишка, чтобы они увидели, как гладиатор Лутуса Батиата Ганник побеждать будет соперника. Ганник выходит на поле битвы и на классе побеждает своего оппонента. Но эти две важные шишки пришли позже и не увидели победу бойца Батиата, и он разочарован этим. Лукреция встречает свою давнюю подругу Гайю, которая прибыла в Капую. Ну и они начинают там сплечничать, короче, и свои бабские разговоры вести. Ну и Батиат вместе с Солонием восхваляют строящуюся арену в Капуе. Называю это чудом. Батиат также говорит, что нужно упрочить свое положение, пока есть возможность, чтобы их гладиаторы смогли участвовать на этой арене в боях. Батиат покупает Крикса за 50 динариев, хотя ему говорят, что Крикс того не стоит, пустая трата денег. Но Батиат говорит, что этой покупкой он хочет произвести впечатление на любезного Тулия, который является важной шишкой в обществе города Капуе. Гайник, потрахавшись с бабами, разговаривает с женой Эномая Мелитой. И она тоже так с ним немножко заигрывает, да? Гайник говорит, что ждет не дождется, когда Эномай вернется на песок арены, чтобы показать свою крутизну. Эномай в шутку говорит Гайнику, что у него член сбежал. Гайник проверяет и говорит, что ему будет его не хватать. Эномай разговаривает со своей женушкой насчет того, что хочет вернуться на арену. Мелита говорит, что Батиат будет глупцом, если не вернет Эномая на арену. Лукреция и Гайя разговаривают между собой. Гайя говорит, что она хитрожопая и сияющая баба, и своего мужа довела. Теперь она свободна и может, блять, хуйней заниматься. Гайя тащится от таких гладиаторов, как Эномай и Ганник, и хочет с ними вступить в половые отношения. Лукреция говорит, что они же рабы, но Гайе все равно. Крикс прибыл в Лутус Батиата, и там уже другие кандидаты в гладиаторы сидят. Ашур, Драгон и юный Индос. И они там между собой ведут беседу об арене, о славе. Но Крикс говорит, что он будет на песке арены и добьется успеха. Крикс стоит в паре с Ашуром, и Ашур прописывает ему пиздюлей, но Крикс не намерен повторять своих ошибок впредь. Появляется Ганник с похмелья, и Ашур рассказывает Криксу о том, что Ганник охуенный боец здесь. Эномай показушно прописывает пиздюлей Барки, чтобы впечатлить Батиата, и чтобы тот вернул его обратно на арену на бои. Но Батиат говорит ему, чтобы он стал в паре с Криксом. Эномай разочарован. Батиат вместе с Солонием пришли навстречу к любезному Тулию. Но там и Ветий находится. Тулей отдает Батиату назад 40 динариев. Ветий критикует Батиата за то, что тот заплатил 50 динариев за нестоящего того раба. Ну и между ними начинается словесная перепалка. Батиат ляпнул, что любой из его бойцов сможет с закрытыми глазами победить любого из бойцов Ветия. И Тулей назначил поединок на следующий день утром на рынке. Батиат думает, кого же выставить на этот бой. Он вызвал Эномая и спрашивает, готов ли его боец драться. Эномай думает, что Батиат имеет в виду его, но Батиат имеет в виду Гайника. Эномай опять разочарован. Он рассказывает о выборе Батиата Мелити. Ну и после этого они занимаются этим. Настал день поединка и Батиат выставляет Гайника. А Ветий выставляет своего бойца, который хочет наказать Гайника за понты. И уже почти начался поединок, как Ветий напоминает Батиату, что тот сказал, что любой из его бойцов сможет с закрытыми глазами победить любого из бойцов Ветия. Батиат говорит, что он это имел в виду как фигура речи, образно. Но Тулли, а также тот же самый Ветий, начинают давить на него, говоря, что за слова надо отвечать. Ну и Батиат соглашается и говорит об этом Гайнику. Ну и Гайник вынужден завязать себе глаза в этом поединке. В бою Гайник сначала получает небольших пиздюлей, учитывая обстоятельства, но в итоге постепенно выравнивает бой. И побеждает соперника. Остальные гладиаторы приветствуют Гайника за его победу. Гайник говорит, что его соперник кричал во время атаки и тем самым выдавал свою позицию, что помогло его победить. Батиат опять встречается с любезным Туллием. И Туллий интересуется, как обстоят дела у отца Батиата, который сейчас находится на Сицилии. Батиат отвечает, что все хорошо. После этого любезный Туллий говорит Батиату, что хочет купить у него Гайника, поскольку он инвестирует в Лудус Ветия и предлагает 200 динариев за Гайника. Батиат говорит, что Гайник не продается. Любезный Туллий говорит, что все продается, вопрос лишь в цене. И люди Туллия избивают Батиата, в этом участвует и Ветий. Ну и напоследок Туллий говорит Батиату, чтобы тот хорошенько подумал над предложением по поводу Гайника.